второй проект который у нас будет в работе это сцена blind date свидание вслепую эта сцена отличается от того что у нас было здесь не так много планов как в amandy blind date и всего лишь 4 кадра здесь нас другая сложность нет несколько сложностей во первых нам нужно будет выкручиваться из того что есть планов немного во первых во первых да было бы неплохо там получить второй дубль третий дубль другую реакцию посмотреть может быть он там лучше скажет может быть хуже скажет в данном проекте такого не будет здесь нужно будет да потому что здесь два человека общаются роберт и каролайн вот каролайн вот роберт небольшое разнообразие здесь есть потому что план тушет то есть план на двоих они отыгрывают там тоже самое ну что хочу обратить внимание это не мультикамерный монтаж то есть бессмысленно пытаться запихивать это в мультикамеру потому что они говорят во первых говорят по-разному с разной скоростью иногда путают слова разные слова произносит поэтому никак мультикамера здесь не поможет они даже не засинфоряться в мультикамере да в этом и нет необходимости основная сложность именно в том чтобы как и в аманде выцепить эмоции которые у них есть я не знаю как у нас с английским практика показывает что обычно это не не является проблемой я попробую приложить к этому занятию после занятия сценарий с подстрочным переводом чтобы просто было удобнее ориентироваться сам по себе монтаж не сложен единственное что говорит он усложняется тем что есть говорят два или даже три человека смотря как считать что в конце к этой идеологию этих двух людей присоединяется еще и боб чувак в очках в модных таких вот и потом они говорят втроем понятно что не одновременно значит о чем история история очень простая кэролайн договорилась об этом рассказывает здесь она договорилась встретиться по интернету с молодым человеком и как ориентирую них в руках газета чтобы они друг друга узнали вот она пришла с газетой и ищет второго ну и все другого чек из газеты и например у нас нет этой сцены в предыдущей сцене она вообще входит в кафе оглядывается видишь там все сидят с газетами а такая окей и все что она знает про это могу у человека что его зовут бог и на этом построена интрига в этой истории потому что вот это вот молодой чек зовут роберт что является полной версии имени скажем полной версии сокращенного имени боб боб роберт дадима и митя одно и то же принимает этого роберта за другого человека а на самом деле она договорилась встретиться вот с этим хрущом вот и зрители вообще на всю предысторию рассказывает вот этот вот чувак которым когда он появляется на он горит о он явный он друг роберта вдруг этого пацанчика в кепке и когда появляется готового типа роберта давно не виделись типа какими вообще судьбами это все бог говорит я тут вообще договорился встретиться с одной девчонкой мы с ней в интернете познакомились но прежде чем с ним играл не поглядеть прежде чем выходить из тени и он на такую мерзкую фразочку бросает типа я хотел бы прежде чем молоко покупать сначала на корову посмотреть зритель должен понять что аманда поняла что роберт понял что это про нее идет речь на что бог про нее рассказывать вот как это достичь с помощью приема переглядка то есть не обязательно актера вообще что-то должны говорить за кадром может вещать боб рассказывая всю эту историю в нужные моменты мы должны просто показать роберта который посмотрит так на аманду аманда должна поймать его взгляд на ответить ему роберт может получить ее взгляд вернуть обратно на бобах это прием называется переглядка но желательно использовать ее не просто где хочется там используем именно вот как раз этим приемом можно подчеркнуть это хороший подчеркивающий прием того вот что в данный момент что что в данный момент происходит не спешите бросать эту сцену в плане вот там вот боб подходит рассказывает всю эту там пошлятину бла-бла-бла-бла-бла-бла-ха-ха-ха-ха-ха она ему дает газету он ушел там конец сцены не конец сцены попробуйте из маленьких вот этих вот ашмет очка который здесь есть сколько там получается нас по длине всего лишь она 11 секунд попробуйте как-нибудь это максимально растянуть потому что что получается вот вопрос как начать сцену с одной стороны зрители должны быть понятно куда мы попадаем с другой стороны должен быть некий сюрприз поэтому в идеале конечно начать бы эту сцену там с общего плана кафе не показывая сразу роберта с другой стороны у нас такого план нет поэтому выбор не вели может быть начать тогда с выбор между чем между боковым планом и газетой газета в данном случае более выигрышно будет почему а потому что сразу в следующем следующий выходные вы можете стать миллионером круто такая маленькая отвлекалочка в принципе немножко макгаффин согласно на хичкок куда когда то есть макгаффин такой отвлекающий сюжет про одно а фильм про другое вот то же самое здесь название заголовок про одно а сцены про другое вот этот план более выигрышный потому что а в нем есть загадка неизвестно кто это б в нем такой пусть и отвлекающий но интересная тема что тепло миллионера можно стать все хотят стать миллионерами ну кроме тех кто уже миллионер они хотят миллиардерами вот поэтому этот план выигрыш не чем боковой план здесь вот с с робертом здесь мы сразу все понимаем да вот человек читать газету какую-то газету плюс если даже прислушиваться к диалогу одинок здесь очень интересный каролайн говорит здрасте вы должно быть боб и у боба здесь самая хорошая реакция давайте послушаем вот здесь несколько моментов но мы сейчас увидели она из-за кадра ему говорит вы должны быть боб правильно и но это ее фраза а он говорит да ну то я думаю иногда я иногда бываю бобом до первая фраза то есть вот это вот он очень хорошо отыграл замешательства его бы нам не потерять но второй момент он поторопился не хотите чашечку кофе он как бы схватился за эту фразу нейтрально достаточно чтобы выиграть время и посмотреть чему это все приведет поэтому в принципе можно либо попытаться сделать паузу между этими двумя вещами можно не делать то есть можно либо всю сцену вот так отыграть либо перескочить на боковой план вот момент перехода между вот этим вот началом и вот этим вот планом просто как вариант вот здесь два момента склейки можно максимум максимально попытаться протянуть ту паузу который есть у него потому что мы возьмем по максимум паузу от его предыдущего дубля до начала следующей фразы и здесь тоже может быть еще и еще и с другой стороны сейчас удалось выиграть 17 секунд 17 кадров с одной стороны четыре кадра с другой стороны фактически секунду паузы я опять же говорю что не обязательно монтировать так я просто я на этом примере показываю то что хотелось бы в этой сцене сделать вообще с одной стороны задать это вот дать это замешательство роберту что долл как гром среди ясного неба на него свалился карлайн но тут возможность опасность как это пересолить на то есть если вы каждую паузу будет так растягивать будет перебор но как технологии растягивания вот она выглядит таким образом другое дело что не обязательно именно вот так монтировать просто возможно вас и если вы ее обоснуете поэтому не важны ваши комментарии в при ответе к вопросам допустим я решил не резать этот план не переходить на баба потому что считаю что бомба бабу паузу на случай этот план не супер мега идеален потому что вот этот хрен на заднем плане в очках он лишний на сути но чем тут уставился там смотрящие за ними бармен тоже вижу смотрит он сюда ли туда но тоже лишь типе персонаж которые все уставились на карлай как-то особенно не добавляется не поэтому может быть можно бы дать ей просто сесть на этом плане и потом перескатить на тушу от когда эти два персонажа отвернулись а еще один момент в данном случае у нас нет необходимости приклеивать фоновый шум кафе по звякивание приборов если хотите вы можете приложить вы можете подложить здесь какую шумовую картину сделать а то есть голоса в кафе раздаются чашки там позвякивает но это не так необходимо об этом нет смысла нет такой задачи потому что все равно история не про это хотя почему бы так не сделать единство что если вы будете использовать какие-то дополнительные материалы не забудьте приложить их к архиву точнее заархивировать ваш проект что иначе они мне не откроется я вынужден буду их проигнорировать или отправить материал на доработку и вот этот момент как раз роберт понимает что это та самая карлайн вот тут можно ставить переглядку на путем тоже дам ему чуть-чуть подумать кэрол кэрол на общем плане он быстро вспоминает кэрол 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 а здесь он кэрол кэрол и вот не дам ему сразу вспомнить приклею опустим сюда через паузу какой-то я паузу оставляю просто чтобы показать что есть разрыв там будет какая-то история на вы конечно без разрывов пожалуйста плите и вот тут он смотрит задумался тут я перехожу на боба который все понял его реакция он зыркнул отвернулся вот эту вещь хотелось бы разрезать по повороту на взгляду на карлайн и вот в это место во первых в режу реакцию карлайн так вот что я сделал поскольку второй раз задумывается там и пытается вспомнить не обязательно давать ему эту фразу на звук мне сейчас вообще не интересует я в моргане вообще пустоту его за забью интересует реакция боба роберт точнее опа вот он посмотрел на карлайн чем дольше я буду можно поймать его взгляд и опустить глаза в чашку можно дать небольшой такой вот буферный такой момент буферное количество время перед тем как она все таки идет мне взгляд поднять потому что она то все поняла и по концу я вот этот взгляд обратно переведу на на боба но смотрите я же разрезал этот план с робертом то есть вот этот вот вот эту паузу которая была его после как он повернулся глазами на карлами смотрит я уже использовал здесь не страшно я могу ее повторить это будет технический повтор кадра конечно и обычно это плохо но в данном случае это нормально потому что я удлиняю момент его смотрение на карлайн поэтому я возьму и еще вот вот это вот вот этот взгляд добавлю сюда то есть я просто вытяну его триммингом опять же на звук совершенно внимание не обращаю просто в крайней случае здесь могу встретить врезать какую-нибудь пустоту чтобы он там боб за кадром не ну не стал совсем уж дауном который не может вспомнить вообще ничего